Приветствую, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухтай, вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтай. В сегодняшнем обзоре мы посмотрим такие четыре блока. Первый блок – это свежие торговые идеи для вас на предстоящую торговую неделю. Посмотрим валютный рынок и фондовые индексы. Второй блок – это я расскажу, как отработались мои предыдущие торговые рекомендации публичные, которые вы от меня получали. На прошлой торговой неделе. Третий блок – посмотрим еще дополнительные торговые идеи с закрытого канала, которые получали подписчики от меня. И четвертый блок – это среднесрочный трейдинг. Покажу, какие еще торговые позиции мы удерживаем с подписчиками в закрытом канале, где открывали эти сделки и какая текущая перспектива и дальнейшая перспектива по этим. Итак, давайте начнем с первого блока, ребят, свежие торговые идеи для вас на предстоящую неделю. Прежде чем мы приступим к торговым рекомендациям, я бы хотела отметить один момент, что все инструменты, которые я сегодня буду анализировать в призме торговых рекомендаций для вас, эти инструменты уже находятся на своих краткосрочных максимумах или минимумах. То есть у нас уже в процессе отработки моих предыдущих идей, то есть я рекомендовала работать на покупку фондовых индексов и на ослабление американского доллара по отношению к другим валютам, то текущая картинка по этим инструментам уже показывает свои, скажем так, low или high. Поэтому это нужно учитывать в торговле. Чем ниже, допустим, по индексу доллара мы находимся, тем меньше шансов для того, чтобы дальше уходить вниз в силу того, что могут быть еще какие-то коррекции по инструментам, могут быть еще какие-то донаборы торговых позиций, либо просто инструмент будет показывать какое-то более длительное запыление. Поэтому все-таки я продолжаю рекомендовать работать на ослабление американского доллара по отношению к другим валютам и на укрепление фондовых индексов. Но вы должны четко понимать, что эти моменты уже сейчас имеют, скажем, некоторые нюансы в отработке, и эти нюансы сейчас мы с вами рассмотрим. Поэтому давайте начнем с индекса доллара, ребят. По индексу доллара, как я уже сказала, пока у нас нет отмены шартового сценария. Я еще ранее вам рекомендовала работать на снижение по дикси. После вот этого движения вниз, которое у нас произошло еще в середине марта, импульсное движение перекрывающее, и после этого моя торговая рекомендация на снижение публичное. Сейчас, смотрите, мы уже находимся на своем краткосрочном минимуме, то есть уже неплохо шарты себе отработали. Тем не менее, локальная картинка пока не показывает отмены шартового сценария, то есть пока мы находимся в давлении на дневном таймфрейме, неплохое давление, которое произошло за последние торговые недели по дикси, поэтому рекомендую продолжать работать на снижение по индексу доллара. Ключевой уровень сопротивления – это 102,3 сопротивления ткатные, которые мы удержали в пятницу, в четверг, и на которые у нас была реакция 4 апреля во вторник. Поэтому удержание данной ценовой зоны и реакция на эту ценовую зону показывает дальнейшую перспективу для снижения, показывает актуальность медведей по дикси, поэтому я считаю, что у нас неплохие шансы для того, чтобы продолжать свое снижение с целью на пробитие минимумов месяца текущего и ниже. Но, как я уже сказала, мы находимся сейчас на локальных своих минимумах, это нужно понимать, возможно, еще какие-то будут до набора торговых позиций, коррекции и так дальше. То есть по поводу точек входа я еще буду смотреть с понедельника, буду еще смотреть локальную картинку и уж тогда принимать решение по поводу точек входа в закрытом канале. Так, давайте посмотрим еще евро-доллар. Ребят, по евро на самом деле евро находится в своем лонговом тренде. Замечательная лонговая тенденция, которая у нас сформировалась за последние торговые недели по данной валютной паре. Уверенный рост по евро мы с вами рассматриваем. И с текущей ситуацией, что можно сейчас увидеть по данной валютной паре, да, в принципе, мы в тренде, мы в тренде и показали реакцию на откатную зону поддержки 1.08.90. Три дня коррекции, реакция на эту зону в пятницу с выносом коротких стопов, закрепление выше, поэтому я считаю, что евро у нас сохраняет дальнейшую лонговую перспективу. Цель для роста пробития максимумов текущего месяца и выше. Но один нюанс, смотрите, ну, во-первых, евро у нас находится, да, тоже на своих локальных таких максимумах, а во-вторых, немножечко есть такое давление цены вниз на дневном таймфрейме. То есть нам нужно увидеть точку входа либо на локальном часовом таймфрейме, либо подождать локальную реакцию наверх на дневочках, чтобы можно было работать на покупку. Для чего это нужно делать? Для того, чтобы евро не ушло вниз в сторону вот этого локального давления, то есть не ушло на более глубокую коррекцию, нам нужно максимально увидеть подтверждение на графике, максимально увидеть подтверждение нашего лонгового сценария и только тогда открывать соответствующие торговые позиции. Но, тем не менее, картинка сейчас не меняется. Пока не будет шортового перекрытия импульсного с подтверждением, до тех пор я не буду рекомендовать работать в обратную сторону по евро, потому что сейчас у нас, как я уже сказала, перспектива лонговая сохраняется, перспектива в сторону тенденции короткосрочной, которая произошла за последние несколько торговых недель, с целью на обновление максимумов текущего месяца и выше. Доллар-франк. Давайте посмотрим, ребята. На самом деле доллар-франк замечательно отрабатывает шорты, о которых я ранее говорила. Потом рассмотрим мои предыдущие торговые идеи во втором блоке. Но, тем не менее, доллар-франк у нас продолжает смотреться в шорт. Здесь у нас неплохой такой был пролив вниз от 4 апреля, пролив в сторону короткосрочной тенденции, да и в сторону среднесрочной шортовой тенденции по USDCIF. Сейчас у нас образовался откатный уровень сопротивления 0,9075, реакция на эту ценовую зону в пятницу показывает, что медведи в силе, ребят. Медведи в силе по доллар-франку, поэтому я рекомендую открывать шорты. Шорты от откатной зоны сопротивления 0,9075 с целью на пробитие минимумов, которые мы с вами видели 5 апреля и ниже. То есть, в принципе, давление вниз, давление вниз довольно явно выраженное. И я думаю, что дальше мы будем уходить в сторону этого давления. По крайней мере, для отмены шортового сценария у нас пока ничего нет. Поэтому только шорты и цель для продаж я обозначила. И это были торговые идеи по валютному рынку. Теперь давайте посмотрим фондовый индекс. Тоже интересная картинка здесь рисуется. Начнем с индекса S&P 500, ребят. S&P 500, на самом деле, неплохо-неплохо показывает рост. То есть, тот рост, о котором я говорила еще ранее. Мы с подписчиками в закрытом канале удерживаем среднесрочные покупки по S&P. Потом я вам покажу в четвертом блоке, где мы покупали S&P. Как я потом сопровождала свою торговую позицию. И каким образом сейчас у нас предстоит ситуация по данной торговой рекомендации. Тем не менее, текущая картинка по S&P 500 у нас лонговая в сторону тенденции краткосрочных, которая у нас произошла за последние несколько торговых недель по фондам индекс S&P 500. Мы ушли на неглубокую коррекцию. То есть, у нас, получается, вторник-среда на прошлой торговой неделе показали коррекционное снижение до поддержки 40.70. Здесь у нас произошла реакция на данную ценовую зону. И такое лонговое перекрытие мы уже с вами увидели в конце прошлой торговой недели, четверг-пятница. То есть, я считаю, что S&P у нас собирается дальше двигаться на север. Даже с текущих можно пробовать лонговать, потому что есть предпосылки для того, чтобы сказать, что коррекция уже у нас закончилась. Коррекция была неглубокая. Тем не менее, лонговое настроение у нас сохраняется. Поэтому лонги по S&P выше откатной зоны поддержки 40.70 с целью на пробитие максимум текущего месяца в районе 41-46 и выше. Да, в принципе, я думаю, что очень скоро мы увидим S&P возле ценовой отметки 41.70. То есть, консолидационная зона сопротивления, которая у нас присутствовала еще ранее до этого. То есть, февраль у нас показал здесь остановку роста, реакцию на эту ценовую зону. Я думаю, что данную ценовую зону очень скоро S&P оттесирует. Так, и давайте еще посмотрим NASDAQ. Ребята, из интересного по фондовым индексам NASDAQ, в принципе, можно выделить. Почему? Потому что, смотрите, есть лонговое движение защитное, которое произошло 29, 30 и 31 марта. То есть, конец марта у нас показывает довольно уверенный рост по фондовым индексам NASDAQ. После чего мы уходим на неглубокую коррекцию. Коррекция до отметки 12.890. Перекрытся лонговые четверг и пятница. Попробовала показать такую небольшую локальную реакцию наверх по фондам индексам NASDAQ. Я считаю, что у нас еще движение наверх не закончено. Дальше будем расти по данному инструменту с целью на пробитие максимумов месяца апреля и выше. Ребята, мы в тренде по NASDAQ. Мы в тренде. Здесь у нас, в принципе, открыты дороги для роста. У нас в свободном движении фондовый индекс NASDAQ. То есть, мы пробили максимум месяца февраля, закрепились выше и замечательно показываем свой рост как короткосрочный, так и более среднесрочный, в сторону среднесрочной лонговой тенденции, которая у нас здесь образовалась за последние несколько торговых месяцев по данному фондовому индексу. Ребята, это были торговые идеи для вас на предстоящую торговую неделю. Но, как я уже сказала, осторожно, потому что мы уже себя, на самом деле, отлично отработали в сторону покупок по фондовым индексам. Я напомню, что еще ранее я вам рекомендовала открывать лонги по S&P, Dow Jones, DAX, NASDAQ. Все мои видео есть в открытом доступе на моем YouTube-канале «Мария Кухта Трейдер». Кому интересно, посмотрите, ребят. Вот здесь торговые идеи по валютному рынку, торговые идеи по S&P, Dow Jones, DAX, NASDAQ, то есть на покупку. Посмотрите, если вы еще не смотрели мои видео, не постфактум, публичные торговые рекомендации, и сами видите, как они отрабатываются. И не только публичные, но и в закрытом канале. Я реализовываю свои идеи публичные в виде торговых сигналов, торговых рекомендаций для моих подписчиков. И чуть позже посмотрим, какие были торговые идеи от меня на прошлой торговой неделе в закрытом канале «Мария Кухта». Ну что ж, давайте перейдем к второму блоку сегодняшнего обзора. Второй блок – это анализ прошлых торговых рекомендаций, разбор прошлых торговых рекомендаций, которые вы получали от меня на прошлой торговой неделе. Значит, на моем YouTube-канале видео вышло в субботу, в субботу 1 апреля торговые идеи «Золото» и «Форекс». Значит, и на YouTube-канале компании «Амаркетс» видео по понедельникам мое выходит. То есть в понедельник вы также получили от меня торговые рекомендации по «Золоту», по «Форексу». То есть, в принципе, у всех была возможность следовать моим торговым рекомендациям и заработать. Почему заработать? Потому что мы сейчас с вами посмотрим, как отработались мои предыдущие торговые рекомендации, ребят. Публичные идеи подкреплены торговыми сигналами в закрытом канале. Сейчас все это покажу. Итак, давайте начнем с «Золота». Золото, ребят, на самом деле золото, ну просто шикарный рост показало. Смотрите, что сделало золото во вторник, 4 апреля. Замечательный импульс наверх. И вот посмотрите, понедельник, 3 апреля, торговая рекомендация от меня для вас на покупочку по «Золоту». Почему покупка? Кому интересно, посмотрите. Я все, в принципе, подробно рассказывала о предыдущем своем видео, потому что здесь был замечательный лонговый паттерн. Лонговый паттерн, который я отобрала для вас по своей авторской торговой стратегии «Защитный трейдинг». Движение наверх, импульсно-защитный от 17 марта. После чего несколько раз была попытка уйти на коррекцию, но каждую попытку уйти на коррекцию мы перекрывали неплохим импульсным ростом. Подтверждение перекрытия поджается наверх на дневном таймфрейме. И, соответственно, закономерная, отличная реакция наверх по «Золоту». Несмотря на то, что понедельник у нас показал такую небольшую реакцию вниз, тем не менее я рекомендовала выставлять стопы за минимум коррекции, за минимум, который мы с вами видели 27 марта до этого. И, смотрите, правильный стоп и, соответственно, сделка в рынке, и вы могли отлично заработать на покупках по данному металлу. Замечательный рост у нас произошел 3 и 4 апреля. 5 апреля показал новый максимум по «Золоту». И сейчас у нас небольшая коррекция произошла в четверг на прошлой торговой неделе. Тем не менее дальнейшая картинка у нас лонговая сохраняется. В закрытом канале я с подписчиками удерживаю лонги. То есть мы 30% позиции по сигналу зафиксировали, оставшуюся часть позиции удерживаем. Почему? Да потому что у нас нет никаких предпосылок для отмены лонгового сценария. Золото в тренде, золото в тренде краткосрочном лонговом. То есть здесь, в принципе, только покупки, только покупки в сторону импульсного роста, который у нас начался еще фактически в начале марта, то есть всего 9, 10, вернее 9, 10 и 13 марта показал заходную импульс наверх по данному металлу, после чего очередные импульсы, очередные максимумы и текущая картина у нас не исключение. Поэтому, ребят, продолжаем работать на покупочку по «Золоту». Но точек входа уже нет. Точки входа были там, где я говорила, то есть точки входа от хороших паттернов, от хороших торговых формаций, которые я для вас отбираю по своей авторской торговой стратегии «Защитный трейдинг» и соответствующая просто шикарная отработка на покупку по данному металлу. Так, вторая торговая идея для вас на прошлой торговой неделе, и это новозеландский доллар, ребят. Ну что сделал новозеландский доллар? Ну просто отличный рост, посмотрите. Понедельник, значит, вот закрытие пятницы 31 марта я видел, на выходных записывала обзор, и понедельник у нас открывается с таким локальным выносом на азиатской сессии. Но что примечательно, я потом вам покажу уже, когда будем рассматривать мои торговые сигналы в закрытом канале, что именно вот на этом движении вниз я порекомендовала своим подписчикам перезайти на покупку по «Зодаюзда». Почему перезайти? Потому что у нас предыдущий сигнал, который еще был до этого, то есть я потом все вам покажу. 30% позиций я зафиксировала, оставшуюся часть по безубытку на вот этой шпиле на азиатской сессии, но тем не менее перезаход на покупку, и смотрите, что сделал «Зодаюзда». То есть, в принципе, цели, которые я озвучивала на прошлом обзоре, достигнуты были. Здесь можно замечательно было заработать короткосрочно, то есть у нас три дня роста фактически безоткатного. Понедельник, вторник и среда на прошлой торговой неделе показали отличный импульсный рост по данной валютной паре. Тем не менее, вот за четверг и пятница вот такие небольшие какие-то коррекционные снижения в рамках этого роста показали. Поэтому пока все-таки я вам не советовала работать с «НЗД» и «ЮЗД». То есть пока нужно побыть вне рынка для того, чтобы рынок подтвердил либо дальнейший рост в сторону вот этой лонговой формации, которая у нас сформировалась ранее, либо чтобы перекрыли покупки и показали шорты. То есть это уже будем видеть по факту, если рынок интересные моменты нарисует, если будет подтверждение либо для роста, либо для снижения, если будут соответствующие торговые ситуации. Все это буду рекомендовать торговать своим подписчикам в закрытом канале. То есть пока жду. Мне нужно еще больше информации увидеть на графике для того, чтобы определить дальнейшее направление по данному инструменту. Тем не менее, те покупки, которые я вам рекомендовала открывать на прошлой торговой неделе, с понедельника уже показали просто шикарный рост. Кто покупал, ребят, вы могли замечательно заработать на покупке по «НЗД» и «ЮЗД». Австралийский доллар. Давайте посмотрим, что по австралийцу. Ну, здесь был очень хороший торговый паттерн на самом деле. Такое длительное накопление позиций, которое, скажем, завершилось лонговым перекрытием, перекрытием коррекции, которая произошла до этого, и подтверждением лонгового перекрытия в виде консолидации трех девочек. Три дня консолидации. Смотрите, пятница у нас закрывается просто отлично. Отлично в рамках этой консолидации. 31 марта закрывается пятница. И что сделал понедельник? Импульс наверх. Шикарный рост по «Аут» и «ЮЗД». Мои подписчики заработали. Я давала торговый сигнал на покупочку. Потом покажу, где. Значит, импульсный рост, который мы с вами видели в понедельник. Тем не менее, вторник, среда, четверть, пятница показали такое давление вниз дальнейшее. Что это значит? То же самое, что по «Аут» и «ЮЗД». Ребят, нужно подтверждать. Ждем подтверждения, ждем больше информации на графике. Если будет соответствующая торговая ситуация, буду рекомендовать открывать сделки в закрытом канале. Также напомню, что вы можете подписаться на мой открытый телеграм-канал, где я тоже время от времени публикую информацию по рынку. Если есть интересная информация, есть хорошая, понятная картинка, тоже могу опубликовать какую-то торговую идею или, скажем, несколько слов написать о сопровождении своих предыдущих торговых идей, которые вы от меня получаете в видеообзорах, в том числе и в сегодняшнем текущем видеообзоре. Поэтому подписывайтесь и будете получать апдейты по сегодняшним торговым рекомендациям. Итак, «Аут» и «ЮЗД», что сделал Австралия? Значит, импульс наверх, замечательная отработка моей торговой рекомендации на покупочку. Если вы покупали, вы могли короткосрочно интердей очень хорошо заработать. То же самое, что по «Аут» и «ЮЗД», ребят. Но на самом деле правильный стоп, смотрите, правильный стоп – это стоп за минимум защиты, за минимум импульсного роста, который мы с вами видели 28 марта. Правильный стоп позволил быть в рынке сделки, то есть позволил заработать на покупке по австралийцу. И импульс наверх, в принципе, «Интродей» показал замечательную внутридневную отработку на покупку по данному инструменту. И еще одна сделочка, еще одна торговая рекомендация для вас публичная – это продажа «ЮЗД» на прошлой торговой неделе. Я рекомендовала открывать шарты по доллар-франку, ребят. Смотрите, закрывается пятница, 31 марта. Здесь отличная была консолидация позиции. Замечательный шартовый паттерн у нас нарисовался по данному инструменту. В сторону локального давления вниз на дневном таймфрейме, которое у нас произошло до этого. В сторону импульсного защитного движения от 21-22 марта. И, в принципе, у нас эти шарты были подтверждены не только краткосрочной шартовой тенденцией, но и более длительной, более уверенной, среднесрочной шартовой тенденцией, которая у нас присутствует до этого. То есть за последние, фактически, несколько месяцев у нас доллар-франк показывает неплохое снижение. То есть полгода снижения, полгода шартовой тенденции и локальная ситуация не исключение, ребят. Как я уже сказала в первом блоке сегодняшнем, то есть торговые идеи для вас, я рекомендую дальше работать на продажу по доллар-франку, потому что у нас все предпосылки для этого присутствуют. Что касается предыдущих торговых рекомендаций, смотрите, у нас еще произошел тест в понедельник. Откатная зона сопротивления 0.9175 здесь, я об этом уровне говорила на своем предыдущем обзоре, это получается максимум пятницы. Ценовая зона сопротивления откатная после импульсного движения вниз от 30 марта. И реакция на эту ценовую зону в понедельник, закрытие понедельника с зажатием вниз, в принципе, позволили открыть торговую сделку на продажу по моей торговой рекомендации. Поэтому если вы шортили, вы могли замечательно заработать, смотрите, еще один такой добой вниз мы с вами видели в среду 5 апреля, импульс вниз с выносом стопов лангистов. Поэтому что сейчас? Сейчас я уже, в принципе, свое мнение озвучила, продолжаем работать на снижение от откатной зоны сопротивления 0.9175. То есть ситуация не меняется, ситуация шортовая, предпосылки все для дальнейшего снижения у нас присутствуют. И замечательно, просто шикарная отработка моей предыдущей публичной торговой рекомендации на продажу по данной валютной паре. Ну что ж, ребят, это были мои предыдущие торговые идеи, второй блок сегодняшнего обзора. Еще раз напомню, что все торговые идеи вы получаете от меня не постфактум, вы получаете от меня в виде видеообзоров, которые я опубликую как на своем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер, так и обзоры по понедельникам выходят на YouTube-канале компании А-Маркет. Вот эти свежие торговые идеи Gold and Forex. То есть, в принципе, все идеи не постфактум, все сами можете убедиться, все сами можете посмотреть, кому интересно. Если вы еще не смотрели видео, посмотрите, и сами увидите мои торговые прошлые рекомендации и текущую отработку по этим инструментам я вам уже озвучила. Так, ребят, также хочу напомнить о том, что если вы желаете получать больше торговых идей от меня, подписывайтесь на мой YouTube-канал, потому что на YouTube-канале Мария Кухта Трейдер я не только по понедельникам, но также могу и несколько раз в неделю записать обзоры с интересными идеями. То есть, если есть интересные идеи по рынку, по крипторынку, то же время я не записываю обзоры. Кому интересно, подписывайтесь на мой YouTube-канал Мария Кухта Трейдер и получайте от меня всегда хорошие торговые идеи, хорошие торговые рекомендации по основным финансовым инструментам. То есть, в принципе, это можете использовать в своей торговле. Уже, я думаю, вы убедились, как отрабатывать те торговые рекомендации, которые вы от меня получаете публично, не постфактум. Поэтому не забывайте подписываться на мой YouTube-канал Мария Кухта Трейдер. Ну что ж, теперь давайте перейдем к третьему блоку сегодняшнего обзора. Третий блок – это торговые рекомендации с закрытого канала. Ребят, есть у меня закрытый канал «Вип Мария Кухта». Это канал для моих подписчиков и моих учеников. Торговые сигналы от меня они получают. То есть, если есть хорошая сформированная торговая картинка по инструментам, по рынкам, соответственно, я даю торговые идеи. То есть, не ограничиваясь каким-то рынком. Одним, в принципе, даю торговые рекомендации как по валютному рынку, так и по криптовалютному рынку. По фондовому рынку, по фондовым индексам. Металлы, товарно-серийевой рынок. То есть, все рынки, в принципе, формируют торговые ситуации одинаково, поэтому, на самом деле, анализирую инструменты из различных рынков. И по этим инструментам, если есть хорошие торговые, подтвержденные, я отмечу ситуации, в виде соответствующих торговых формаций, я даю торговые рекомендации в закрытом канале «Вип Мария Кухта». Поэтому, если интереснее, если желаете получать у меня торговые сигналы, торговые рекомендации, подписывайтесь. Ребят, торговые идеи, да и в графическом формате. Значит, показываю, куда выставлять стоп-лосс. Показываю дальнейшее направление, то есть, в какую сторону открывать сделочку. И потом сопровождаю свою торговую рекомендацию, свою торговую позицию я сопровождаю. Значит, есть правила работы с торговыми рекомендациями из вип-канала, которые я написала для своих подписчиков. Это мои торговые рекомендации для работы с моими сигналами в закрытом канале. То есть, если будете подписываться на мой закрытый канал, сможете ознакомиться с этими правилами. Итак, давайте начнем по порядку. Значит, в вип-канале понедельник. Прошлая торговая неделя начинается с того, что мои покупки предыдущие по австралийцу, по новозеландцу. Значит, оставшиеся части, вот смотрите, оставшиеся части позиции закрыты по безубытку. И по out-used, и по in-the-used. Ну, давайте я вам покажу, где я открывала покупки. Значит, по австралийцу. У нас была открыта покупка еще ранее. То есть, я об этом говорила на своем прошлом обзоре. Смотрите, 27 марта здесь открывала Ланги. Торговая рекомендация на покупку от меня была в закрытом канале. И получается, вот этой шпилькой на открытии понедельника, понедельника 3 апреля, нас выбивают по безубытку оставшуюся часть. Здесь сейчас позиция зафиксировала, вот на этом росте. И оставшаяся часть закрыта по безубытку. Тем не менее, это меня не остановило в плане анализа, потому что анализ у нас сохранялся на тот момент. То же самое касательно NZD-USD. По NZD-USD я вот здесь давала торговую рекомендацию на покупочку четверг 30 марта. Значит, замечательный рост. Тоже мы здесь 30% позиции зафиксировали. И оставшаяся часть закрыта была по безубытку вот этой шпилькой в понедельник. Но, ребята, на самом деле выносы – это нормально. Рынок может иногда донабирать торговую позицию. Это нужно учитывать в своей торговле. То же самое я и сделала. В принципе, я, значит, очень, скажем, спокойно среагировала на вот эти движения вниз по NZD-USD и по Аут-USD, которые у нас произошли на азиатской сессии в понедельник 3 апреля. И, соответственно, порекомендовала своим подписчикам в закрытом канале перезайти на покупку по данным инструментам. То есть по безубытку были закрыты предыдущие лонги. Часть позиции я зафиксировала еще ранее, как я уже сказала. И вот торговая рекомендация на покупку по австралийцу. Смотрите, в моменте было давление вниз. Но, тем не менее, как я уже сказала, картинка у нас не менялась. То есть картинка у нас сохраняла лонговые настроения, сохраняла лонговые перспективы, что, в принципе, и поспособствовало для того, чтобы я порекомендовала открыть лонги в понедельник 3 апреля. То же самое НЗД и ЮСД, посмотрите. Новозеландец в моменте снижается. Понедельник на азиатской сессии показывает такое небольшое давление вниз по НЗД и ЮСД. Но, тем не менее, сами знаете, что сделано в Новозеландец. То есть мы, в принципе, вот эти уровни достигли, ребят. Торговая картинка, которая была сформирована в виде замечательного лонгового паттерна. Правильный стоп-лосс, то есть стоп-лосс за минимум защитного движения, как я уже сказала ранее. Неоднократно я говорила о том, что правильный стоп, он помогает рынку подышать и в то же время быть в рынке, когда вы открываете торговую сделочку. То есть несмотря на то, что рынок может доформировать торговую позицию, добирать торговую позицию и так дальше, вы будете в рынке, вы будете себя уверенно чувствовать, если ваш стоп-лосс будет правильный. Поэтому, ребят, рынок сам показывает, куда нужно поставить стоп-лосс, что нужно с этим делать, каким образом нужно сопровождать свою торговую позицию открытую и так дальше. То есть правильный стоп – это залог хорошего, успешного, я бы сказала, трейдинга на длительной перспективе. То же самое, как и сопровождение торговой позиции, но об этом уже чуть позже расскажу. Так, ребят, значит, новоизландский доллар, покупка. И сами знаете, что сделал новоизландский доллар на прошлой торговой неделе. Также мы сопровождали, значит, я сопровождала свои торговые рекомендации предыдущие. S&P 500 – это среднесрочная идея на покупочку. Сегодня я вам тоже покажу в четвертом блоке, какие есть у нас еще среднесрочные торговые сигналы, которые висят еще в рынке, по которым замечательно отработка у нас произошла. И S&P 500 я вот еще 30% позиции зафиксировала. Смотрите, где покупали мы S&P. И вот зафиксировала еще 30% позиции на покупку по данному фондовому индексу. Так, потом сопровождение австралийцам. Смотрите, вот ведется сопровождение моих торговых рекомендаций. Сопровождение новозеландца, когда нужно переводить 100 в безубыток. Все это показываю. И золото, ребят, мы удерживаем золото, покупку по золоту в закрытом канале. Давайте покажу, где я покупала золото в закрытом канале. На самом деле еще ранее покупала. По золоту, значит, по золоту покупочку в закрытом канале я давала еще в среду, 29 марта. Торговый сигнал на покупку. Я об этом говорила на прошлом обзоре. Значит, вы получили от меня торговую рекомендацию на покупку по золоту уже, когда у нас закрылась пятница. И фактически в понедельник у вас тоже была возможность купить данный металл. И неплохо на этом заработать. Тем не менее, в закрытом канале всеми подписчикам я показала, что мы удерживаем лонги. Вернее, я озвучила о том, что мы удерживаем лонги по золоту. Значит, сейчас увидим дальнейшую перспективу по сопровождению покупок по золоту. Значит, Австралия, смотрите, фиксируем 30% позиции на покупку. Так, дальше по Новозеландцу тоже сопровождение. И вот, ребят, золото. Импульс наверх пошел. И вот где я рекомендовала закрывать 30% позиции на покупку и стоп переводить в беззубы. Так вот, покупка по золоту. На максимумах, которые мы с вами видели до этого, я порекомендовала частично фиксировать покупку. То есть 30% и, соответственно, 70% у нас еще висит в рынке. 70% позиции на покупку, стоп без убытки. По крипте, ребят, вот торговые рекомендации предыдущей по крипте, сопровождение. То есть удерживаем лонг по LRC и USDT. Смотрите, здесь просто шикарный платтер. Я ожидаю хорошего движения наверх по тем криптоинструментам, которые сейчас у нас открыты по сигналам. Это LRC и USDT, AVAX и USDT. Также был еще один торговый сигнал по аудио и USDT. Сейчас вам покажу. Значит, AVAX тоже в сопровождении. Дальше. Новозеландзис. Смотрите, где я по Новозеландзису фиксировала оставшиеся 30% позиции на покупку. Вернее, не оставшиеся, а еще 30%. И оставшаяся часть у нас фактически по безубытку закрыта была в пятницу. Вот 30% возле вот этих ценовых зон сопротивления. Так, дальше. Это сейчас посмотрим, когда будем среднесрочный трейдинг рассматривать. Значит, какие у меня еще есть открытые торговые позиции по среднесрочным сигналам. И, ребят, крипта, еще два торговых сигнала по крипте были на прошлой торговой неделе для моих подписчиков. Это аудио и USDT и биткоин. Давайте посмотрим. Аудио и USDT. Торговый сигнал на покупку. Это торговый инструмент, который отобрал мой ученик. На самом деле, просто шикарный здесь был паттерн в лунг. Все предпосылки для того, чтобы расти у нас здесь были. Я напомню, что этот сигнал я продублировала для вас в открытом телеграм-канале. Амрия Кухта Трейдер. Сейчас тоже посмотрим. И давайте вот торговый сигнал по биткоину сейчас рассмотрим. И давайте посмотрим аудио и USDT. Отработка. Смотрите, в тот же день пошел шикарный импульс наверх, вот этот криптоинструмент, и 50% позиций я зафиксировала своим подписчикам. То есть зафиксировала 50%, потому что замечательный импульс, хороший импульс, который показал соответствующую реакцию на лонговый сформировавшийся паттерн. И у вас также была возможность купить данный криптоинструмент, если вы подписаны на мой открытый телеграм-канал Мария Кухта Трейдер. Поэтому я еще раз акцентирую внимание, что эту идею, этот торговый сигнал на покупку аудио и USDT я продублировала в открытый канал. Сейчас вам покажу. Так, значит, я сделала промежуточный результат по моим торговым рекомендациям в закрытом канале VIP Мария Кухта. Все сделки, которые у нас сейчас висят, каким образом у нас здесь, значит, какие позиции еще в рынке, каким образом у нас происходит сопровождение той или иной позиции из различных блоков. То есть форекс, металлы, крипта и среднесрочные сигналы тоже здесь есть. Разбор всего этого я сделала такой промежуточный итог в своем закрытом канале и также продублировала в открытый канал. Так, давайте посмотрим еще в открытом канале, ребят. Значит, в открытом канале посмотрим аудио. Смотрите, вот продублировала, значит, 6 апреля, четверг. Торговая рекомендация для вас на покупку. Кто подписан на мой открытый канал Мария Кухта Трейдер, вы видели эту торговую идею. Значит, вот мой ученик отобрал этот крипт-инструмент, отличный паттерн в лонг. Так, ребят, и вот смотрите, это, значит, торговая идея от моего ученика. И сейчас увидим отработку, которую я уже вам, в принципе, показала в закрытом канале. Значит, а это еще отзыв от моей подписчицы в закрытом канале, которая прислала мне вот, значит, вечером, когда у нас произошла отработка по данным криптоинструментов, прислала мне свой отзыв о том, что она покупала и отлично заработала на покупке по моему сигналу. Так, и смотрите, значит, аудио здесь тоже запостила вчера. Отработку по данному криптовалютному инструменту в открытом канале. Поэтому, ребят, если вы также покупали, если вы подписаны на мой открытый телеграм-канал Мария Кухта Трейдер, вы могли также купить крипту, если вы торгуете крипту, и просто шикарно заработать на лонгах по криптовалюте аудио USDT. Так, ребят, это, значит, были мои торговые идеи в вип-канале. А, еще биткоин, еще биткоин. Ребят, еще по биткоину у меня есть сигнал на покупку. Сейчас покажу. На прошлой торговой неделе, тогда же, когда и аудио, тогда и биткоин. Вот, в принципе, порекомендовал открывать лонги. Смотрите, почему лонги на самом деле? Давайте посмотрим график биткоина. Сейчас мы на месте, но, тем не менее, у нас есть очень такой, скажем, длительный набор позиций, очень длительное накопление позиций, из которого я ожидаю выброс наверх по биткоину. У нас есть поддержка. Откатная зона поддержки в районе 27700. 27700 здесь довольно длительное время мы консолидируемся выше в рамках лонгового импульсного перекрытия от 29 марта. Вся эта комбинация в комплексе дает возможность спрогнозировать неплохие покупки по биткоину с целью на обновление максимума, который мы с вами видели до этого. Ну, смотрите, биткоин у нас сейчас висит в рынке, то есть сигнал висит в рынке. Идея по биткоину актуальна, но хочу сказать один момент, что у нас есть такое небольшое давление вниз на дневном таймфрейме локальное. То есть это давление желательно-желательно все-таки перекрыть. Вот когда будет еще хоть один такой небольшой импульс наверх с закрытием дневочки, то в таком случае, либо в моменте можно смотреть на честном таймфрейме, если будет перекрытся лонговый, то в таком случае уже у нас произойдет, значит, вот это зажатие вниз, произойдет слом этого зажатия, у нас будет импульс наверх, который покажет и подтвердит дальнейшую лонговую перспективу по биткоину, и, соответственно, можно уже шансы увеличивать в таких случаях, то есть шансы увеличивать на покупку, потому что зажатия вниз уже у нас не будет. А давление вниз — это такой элемент на графике, который может показать реакцию, скажем, в сторону давления, поэтому все-таки вот этот момент с небольшим зажатием вниз нужно локально хотя бы перекрыть. Но, тем не менее, сигнал у меня висит, и сигнал еще давало, когда давление этого вниз не было. То есть я уже думала, что здесь у нас уже есть предпосылки для того, чтобы работать на покупку после локального перекрытия. И вот сигнал в четверг, 6 апреля, я своим подписчикам парикам давала открывать покупки. Стоп-лосс выставила примерно на отметке 27400, то есть примерно на этой отметке выставила стоп-лосс. Давайте посмотрим. Да, примерно на этой отметке. И будем смотреть, ребят, будем смотреть, будет ли отработка. Ну, в принципе, все предпосылки на текущий момент у нас присутствуют, как я уже сказала, но вот давление вниз локальное, которое желательно перекрыть. Так, это касательно моих торговых идей. Значит, биткоин сказала, аудио, ребят, то же самое, аудио, юсдэ, юсдэ, юсдэ. Все свои идеи проанализировала, все идеи закрытого канала я вам показала. Вот как я веду закрытый канал, то есть если интересно, подписывайтесь. Если вы желаете от меня получать торговые рекомендации, торговые рекомендации даю тогда, когда есть у нас сформированная торговая картинка, то есть соответствующая сформированная торговая картинка дает возможность определить дальнейшее направление по тому или иному инструменту. Поэтому, если интересно, подписывайтесь и будете от меня получать хорошие торговые идеи по основным финансовым инструментам. И четвертый блок, четвертый блок сегодняшнего обзора, ребят, это среднесрочный трейдинг, среднесрочные сигналы, которые у меня висят в закрытом канале. Давайте посмотрим, какие же среднесрочные идеи мы сейчас с подписчиками удерживаем и начнем с фондового индекса S&P 500. Смотрите, S&P 500 у нас оставшиеся 40% на покупку в рынке, стоп без убытки. Посмотрите, где я покупала, сейчас вам покажу. То есть вот эта покупка по S&P, частично я покупки фиксировала, я всегда фиксирую позицию частями, и оставшиеся 40% позиции сейчас продолжаем удерживать. Стоп, соответственно, без убытки. Посмотрите, вот где я 30% фиксировала позицию, до этого первые 30% фиксировала по S&P. И это, значит, рекомендация привезти стоп без убыток. И вот смотрите, сопровождение торговой рекомендации и непосредственно торговый сигнал на покупку по фондовому индексу S&P 500. Сами видите, какое замечательное такое, я бы сказала, краткосрочное ралли у нас произошло по S&P. Отличный рост. Отличный рост по данному фондовому индексу, но не только по S&P у нас произошел отличный среднесрочный рост, но также и по валютной паре евро-доллар, ребят. Евро-доллар – это еще одна торговая позиция среднесрочная, которая показывает отличную отработку и которую я продолжаю удерживать в своем закрытом канале. Евро. Посмотрите, где я покупала. Сейчас покажу это все в закрытом канале. То есть вот где я открывала покупку. И сейчас продолжаем сопровождать и удерживать нашу торговую позицию на покупку. Вот апдейт сделала. То есть 5 апреля, в среду продолжаем удерживать оставшиеся 40% позиции на покупку по евро. Евро тоже частями фиксировала. То есть здесь 30% зафиксировала позиции. Дальше до этого еще 30% позиции зафиксировала. Стоп-лосс без убыток. Вот. И непосредственно торговый сигнал на покупку по евро. Посмотрите, где я рекомендовала открывать слонги по евро, куда рекомендовала выставлять стоп-лосс, и что сейчас сделала валютная пара евро-доллар. Я думаю, вы сами знаете. Поэтому и это среднесрочный трейдинг, среднесрочные мои торговые позиции, которые сейчас в рынке. И еще одна торговая позиция среднесрочная, которую я ранее открывала, но зафиксировала уже в среду 5 апреля. Зафиксировала оставшиеся 40% позиции на продажу по юзда чиф. Смотрите. Шорт, где я рекомендовала открывать в закрытом канале. И фиксация оставшихся 40% позиции на продажу. То есть фактически 2 недели падения. 2 недели падения по доллар-франку удерживала. И замечательная отработка у нас произошла. Вот смотрите, где до этого фиксировала 30% позиции на продажу. Вот еще одна фиксация первых 30% стоп без убыток переводим. И непосредственно торговый сигнал на продажу по данной валютной паре, который подписчики от меня получили ранее. Здесь у нас была торговая ситуация, о которой, кстати, я публично тоже говорила. Кому интересно, посмотрите, все есть идеи на моем канале Мария Кухта Трейдер. Все идеи есть в свободном доступе. То есть можете посмотреть. Все не постфактум. Давала хорошие торговые рекомендации для вас. И соответствующую отработку вы сами можете видеть. То есть мой канал Мария Кухта Трейдер. Канал, где вы будете получать хорошие торговые идеи от меня по основным финансовым инструментам. Напомню, что я анализирую как валютный рынок, так и криптовалютный рынок, фондовый рынок, фондовые индексы, металлы. Товарно-сирьевой рынок. Ребят, все рынки анализирую. Все рынки формируют торговые ситуации одинаково. Поэтому это все можно прочитать и соответствующим образом отторговать и на этом заработать. Также напомню о том, чтобы вы подписывались на мой открытый телеграм-канал Мария Кухта Трейдер. В свободном доступе можете найти мой открытый телеграм-канал и, соответственно, подписаться. Я также напомню, что в открытом телеграм-канале я делаю апдейты. Апдейты по своим предыдущим торговым рекомендациям, которые вы от меня получаете в виде видеообзоров. Также даю торговые идеи для своих подписчиков в открытом телеграм-канале, как вот на этой торговой неделе, по аудио-юзе, по крипте. То есть открытый сигнал и в свободном доступе был этот сигнал и замечательная отработка у нас произошла. Если вы желаете получать от меня больше торговых идей, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал, закрытый телеграм-канал VIP Мария Кухта, и будете получать больше торговых идей от меня с сопровождением, с уровнями выставления, куда нужно выставить стопы. Потом сопровождаю все свои торговые позиции, пишу, какая у нас обстоит картина по моим предыдущим торговым идеям, по теми идеям, которые у нас сейчас в рынке, по теми идеям, которые закрыты, допустим, пустопы и так дальше. То есть все это пишу для своих подписчиков. Поэтому, ребят, еще раз подписывайтесь. У меня на сегодня все. Спасибо вам за просмотр. Спасибо за ваши вопросы, за ваши комментарии. Жду от вас свежих вопросов и комментариев под видео. Жду от вас фидбэка. Еще раз спасибо за просмотр. И всем хорошего дня, прибыльной торговли. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok